Если мы идем на любую операцию, то можно помереть, можно получить какие-то чудовищные осложнения. Никаких гарантий, сто процентов нет. Когда хирург идет на какую-то операцию, ты должен говорить, да, мы попробуем сделать лапароскопически. Но если у нас что-то не заладится, мы вынуждены будем перейти на открытую. Это не должно быть катастрофой какой-то, это течение жизни. Вы, может быть, и не очень подготовили больного, но может, ребенок, он что-то боялся, он мог накричаться и наглотаться воздуха. При, перед интубацией, например, можно с помощью маски, когда вентилируешь очень долго, так накачать больного газом. Ну, если вот этот период, ну, ИВЛ, понимаете, он происходит. Так что, нет, третий момент. Это релаксация. Например, когда я делаю обычную операцию, я, может, даже не замечаю, что ребенок полностью не расслаблен. А для того, чтобы делать лапароскопическую операцию, у него должна быть предельная релаксация. Вот, Владимир Игоревич, и когда у вас хорошая релаксация, то пузо растягивается. И у вас, то, что я вам говорил, появляется панорама. А когда ребенок, вот, сделали релакс, вот, говорят, он не расслаблен, а анестезиолог всегда говорит, а мы только что сделали. Это обычная фраза анестезиолога. Это нормально. Но, например, у него могут препараты быть, которые лежали где-то, и их эффект может быть неполноценный, этих препаратов. Он наполовину, этот препарат, он вводит, как бы, формально нормальную дозу, а этот препарат действует наполовину. Могут быть извращенные реакции. Вы можете ввести ребенку, там, реланиум, а получить у него, наоборот, возбуждение на это. Поэтому медицина и вот это, я, то, что я вам говорил, вот, как бы, это компонентов очень много. И если все это складывается, то тоже все развивается. Ну, а любую манипуляцию, вот, нужно оговаривать, конечно, с родителями, коллеги. Это я вам говорю уже, как человек уже опыт. То есть, когда идешь на операцию, нельзя доверять беседу с родителями, ординатору. Понимаете? Если хотите, лучше вам успевать с каждым проговорить важные моменты самому. А здесь, ну что, это бывает. Понимаете, это же не дома. Я говорю, оперировать на чужой территории в миллион раз сложнее. Не получилось, открыто будет великолепно, получится. Вот, ну, давайте мы сейчас, можно мне мою презентацию на экран? Меня можно соединить? Мы остановились на операции Касаи. Мы, это фиброзный конус, мы отсекаем. Сейчас вы увидите, ну, вживую, как это происходит. Вот, мы отрезаем фиброзную площадку. И потом увидите, что у нас получилось. Сейчас, можно нас переключить? Он здесь. Вживую, как это происходит. Ну, это придется, да, сейчас. Это желчный пузырь. Желчный пузырь отрезается. А вот это, желчный пузырь отделяется от ложа. Вот это фиброзный конус. Вот ножницы мы видим. Это левая ветвь воротной вены. Вот здесь правая ветвь воротной вены. Вот это печеночная артерия сверху лежит. Вену воротную, от нее отходят такие короткие венки к этому части, фиброзному конусу. Их нужно коагулировать аккуратненько, отвести вниз, как бы вычистить площадку. Тут операция пунктуально должна быть выполнена по этим законам. Вот. И вот мы отсекаем его с помощью ножниц. Будет подкравливать. Вот что у нас получилось. Вот это левая ветвь воротной вены. Это правая. Вот печеночная артерия. Они отведены вниз. Вот это фиброзная площадка. Довольно большая поверхность, плоская. В которой, предположительно, есть дырочки. В которых микроскопические желчные протоки открываются. Вот их нужно щадить. Мы отсекаем. Мы отсекаем. И коагулировать нельзя. Шарик туда. И занимаешься анастомозом. Пару. В этот момент, как правило, кровотечение в этом месте прекращается. И коагуляцию сделать не стоит, чтобы не прижечь ничего. Потом вы делаете петлю РУ. Но в данном случае она сделана экстракорпорально. Вот вы видите этот анастомоз. Межкишечный. Дальше вы петлю проводите через брыжейку. Это анастомоз. Делаем отверстие в брыжейке поперечной кишки. И проводим туда эту петлю. Вот она выходит сюда. Уже к печени. К воротам печени. Петлю при такой ситуации нужно делать длинной. Потому что трансплантологи любят длинную. Если придется делать трансплантацию печени. То им удобнее, когда петля длинная. Затем мы эту петлю широко вскрываем. Сантиметра два разрез должен быть. Лапароскопически подшивается к воротам печени. Вкол должен быть прямо в стороне от этой площадки. Очень неудобно. Но вы не должны вкалываться через площадку. Потому что если вы вколитесь, то вот эти протоки, которые могли сохраниться, Они вовкол попадут ваши. И тогда опять же смысла вашей операции нет. К счастью, это можно сделать. Печень очень плотная. Вот если подшивать просто к живой ткани печени, Это технически очень сложно. Потому что печень хрупкая. А у детей с билярной атрезией она достаточно прочная. И вот эти швы удерживаются. Вот. Несколько швов. А на стомост не обязательно, чтобы он был герметичный. Вот экстракорпоральные швы. А здесь снаружи. Это просто подшивается за поверхность печени. Вы как бы просто петлю, ну как площадку такую, к воротам печени поддавать туда. Кишка сама насосет на себя. Желчь, если она начнет выделяться. И рядом нужно хорошо поставить дренаж. Дренаж нужно поставить под печень. Чтобы все стекало туда, уходило снаружи. Постепенно анастомост прилипнет. Дренаж убирается. И нужно надеяться на более. Вот сейчас последние швы. Окна в брыжейке ушиваются тоже лапароскопически. И ставится дренаж. Видно сейчас, да? Это кишка, это обязательно нужно фиксировать, вот эти дырочки, которые вы сделали сами. Одно время в Европе, когда стали оперировать детей с бильярдной атрезией лапароскопически, оказалось, что эти операции очень долгие. Так минимум часа три они идут. А то и пять и семь часов. И дети получали отравление углекислым газом вредное. И они отказались от этого. Но я хочу сказать, что мы в России быстро оперируем. Просто очень большой опыт. И у нас не было этой проблемы продолжительности операции. По времени лапароскопическая операция, она даже меньше иногда занимала время, чем операция открытая. Поэтому для нас это не было какой-то проблемой. И мы продолжали. Мы даже сделали исследование большое, научное. Когда мы независимого специалиста пригласили, чтобы он сравнил результаты лапароскопических и открытых операций КСА. И мы не получили, что они хуже. Я объясню почему. Но потом мы сейчас какую-то часть больных оперируем из мини-доступа. Классическая операция КСАЕ предполагает, что вы делаете большой разрез. И печень вынимаете прямо из брюшной полости. Она вот так вывихивается. Чтобы наложить вот этот анастомоз. Но сейчас мы научились это делать через маленький доступ. Тоже открытую операцию. И поэтому пока мы вот на распутье. Но я вам дальше покажу, что эта операция выполняется из мини-доступа. Я дальше это покажу. А сейчас мы перейдем вот к другой части этого повествования. Это киста холедоха. То, что вы в своей практике часто встречаете. Время от времени эти больные появляются. А у этой болячки есть всегда клинические проявления. Есть конечно очень тяжелые проявления. Но даже когда нет тяжелых проявлений. У подавляющего числа детей. У них есть такая скрытая билярная гипертензия. И расстройство пищеварения. Потому что когда разговариваешь с детьми. У которых киста холедоха, которые без тяжелых осложнений. Все равно, мать говорит, что она периодически беспокойна. Животик вздувается. То у нее со стулом какие-то проблемы. Это все связано с тем, что желчь в недостаточном объеме поступает в брюшную полость. Сейчас будет поинтереснее. Вы спать прекратите. Я вам буду видео показывать. Но, как правило, осложнениями являются желтуха, холонгит. Может быть спонтанная перфорация кисты и перитонит. Могут образовываться конкременты в желчных протоках. Как осложнение, может быть манифестация. Это деструктивный панкреатит. Киста холедоха имеет общие с версунговым протоком. И когда она раздувает ее сильно, в период, когда желчный, то она придавливает версунгов проток и придавливает панкреатический проток. И это вызывает, как начало, тяжелый панкреатит. И вот интересно, что методом лечения, несмотря на тяжелое состояние больного, является радикальная операция удаления этой кисты. Но если вы этим не владеете, то хотя бы дренировать нужно эту кисту. И это приводит к тому, что панкреатит уходит. И вы можете тогда, ну как бы, с больным уже спокойно заниматься. Современная диагностика кисты холедоха в основном строится только на ультразвуковом исследовании. Но, разумеется, человек, который делает ультразвуковое исследование, вы должны ему обоснованно доверять. Потому что людей, у которых есть оборудование, их много. Но самое главное оборудование, это вот это. Что, опять еще? Давай я на стол не буду опираться. Самое важное, если специалист по ультразвуку, он сообщает вам достоверную информацию. Мне много приходится в Москве разъезжать. И, пожалуйста, приходят, и они важные такие, и они... И ты слушаешь, у тебя в это ухо влетело, в это ухо вылетело. Потому что, ну, нельзя. Потому что наговорят тебе 40 бочек арестантов, а ты пойдешь на поводу, а отчитываться кто будет? Ты. Ультразвук это не диагноз, понимаете, окончательный. Поэтому тут очень много этических таких сторон. Но если, конечно, сложности для того, чтобы получить документ, родителям показать, мы делаем там МРТ, делаем холангио, ну, эту, компьютерную томографию сконтрастировать, ну, чтобы картинку покажешь родителям, и это очень мешает. Но если тебе какая-то нужна информация, то приходится во время операции делать... Во время операции опять исчезла, да? Приходится во время операции делать холангиографию. То есть, если у вас возникают сложности в интерпретации, то проще поставить катетер во время операции, трубочку, как здесь вы видите, и ввести контрастное вещество, просто сделать снимок. И вы тогда получите четкую очень прорисовку вот этого всех структур. И это позволяет вам, во-первых, получить документ, который вы можете потом демонстрировать всем. И, во-вторых, самим, если у вас возникают какие-то вопросы, разобраться во всем. Но ничего, пока видно. Что касается вариантов всяких кист холедоха. Чего? Нормально идет. Я для себя выработал, вот для настоящего времени, какие принципы? Ну вот, три самых часто встречающихся варианта. Вот вариант наиболее, так скажем, может быть, когда имеется киста холедоха и расширен общий печеночный проток и внутри печеночные протоки. Это для меня важно с технической точки зрения, какой диаметр вот этого общего печеночного протока. Я вам объясню, почему. Операция при всех вариантах одинаковая. Просто в одних ситуациях можно делать лапароскопическую операцию, в других ситуациях лучше какую-то часть операции делать открыто. Я вам сейчас объясню. Второй вариант, менее удобный для, когда имеется киста холедоха, а нет расширения внутри печеночных протоков, и гепатика холедоха имеет очень маленький диаметр. И особенно это характерно для маленьких детей, ну, первых месяцев жизни, когда проявление ран. Сейчас объясню, что я имею в виду. Для того, чтобы вы подарили ребенку всю жизнь без проблем, вы должны удалить вот это все. Никаких компромиссов, никакой участок вот этой болезненной ткани, кисты, не должен оставаться в организме ребенка. Взрослые коллеги через 20 лет после вашей операции, а может быть и раньше, получат больного с холангиокарциномой. Вероятность озлокочисления кисты очень высокая. Эти исследования не российские, не американские, не европейские. Очень много больных таких в Юго-Восточной Азии с кистами холедоха. И когда операция выполняется нерадикально, они быстро уже накопили ответы на это, и это достоверно. Мои коллеги, которые старше меня, которые раньше оперировали нерадикально, вот их сейчас больные, их оперируют взрослые хирурги в Москве, ну 25-30 лет человеку, ну молодые люди, у которых развивается холангиокарцинома. Поэтому я должен вот это все резицировать. И я пересекаю гепатико-холедох. Я пересекаю его в непосредственной близости вот к правому-левому протокам. И если я пересекаю вот такой гепатико-холедох, я легко могу наложить холедоха энтероанастомоз, потому что у меня вот такая труба. Но если я пересеку холедох, который диаметром 2-3 мм, то выполнить холедоха энтероанастомоз – это виртуозная вещь. Одно дело, когда я сшиваю мочеточник с мочеточником, когда я сшиваю пищевод с пищеводом. Это однородные ткани, которые относительно удобно шить. Но шить крошащийся холедох с кишкой, который выворачивается, и технически, лапароскопически это сделать очень сложно. Вот в этой ситуации. И никто пока эту проблему не решил. И с тех пор, как хирурги стали лапароскопически оперировать кисту холедоха, вероятность стеноза холедоха энтероанастомоза увеличилась. Потому что руками, если ты виртуозно владеешь, ты можешь гораздо аккуратнее сшить, чем лапароскопически, особенно в сложных ситуациях. И поэтому у нас сейчас операции изменились. Если мы видим вот такую ситуацию, мы делаем лапароскопически. Если вот такую, то я делаю эту операцию через мини-доступ. Потому что я беру микроинструменты, как будто я шью сосуды микроскопического увеличения, и шью это под увеличением тончайшим, там, 7 нулей, ну, 6 нулей ПДС, чтобы у меня был на растяжках, чтобы идеальный анастомоз получился. И так далее. Когда появилась видеохирургия, я видел на конференциях, как хирурги идут на компромисс. Для того, чтобы избежать этой проблемы, они срезают вот здесь. Они режут ниже и шьют опять с кистой. С точки зрения, ну, как бы, внутреннего сомнения, правильности вот этого всего, это недопустимо. Потому что ты идешь на компромисс. Ты оставляешь больную ткань. Ты выписываешь больного, и он несколько лет благодарит судьбу, что ты его соперировал. Но не факт, что он через 20 лет не придет с холангиокарциномой к твоим кальцам. Но ты, правда, к этому времени уже окочуришься. Наверное, так, что предъявлять претензии будет некому. Понимаете? Так что, ну, можно и поступать и так. Но опять, если мы хотим, чтобы было все безупречно совсем. И второй момент. Это удаление кисты в дистальном отделе. Практика показывает. Еще, то, что я говорю, это наш взгляд на происходящее. Каждый из вас... Не надо говорить, что я слышал, и я делаю так, как вот сказали это. Понятно? Потому что не факт. Знаете, как это анекдот есть? Говорит Каруза. Я говорю, что он не очень хороший. А ты, говорит, слышал? Нет, Рабинович напел. Понимаете? Тут, значит, по телевизору... Ну, пересказать невозможно. Это нужно тонкости все вот эти соблюсти. Но практика показывает, что можно полностью удалить эту кисту и не обязательно даже зашивать дистальник. Потому что если вы аккуратно коагулятором идете по стенке кисты, вы ее вылучите, и там как иголка и дырочка маленькая. Понятно? Но если вы эти... Потому что если вы будете не очень аккуратны, вы можете повредить проток поджелудочной железы, и тогда у больного возникнет тяжелый панкреатит, и он помрет от деструктивного панкреатита. И у нас это было в Москве. И третий вариант кисты холедоха, который вызывает самые разнообразные кривотолки. Это так называемое веретенообразное расширение печеночных протоков. Часто при нем обнаруживают конкремент вот здесь. И идут по пути, как взрослые хирурги. Если ребенок взрослый, делают, например, попилосфинктеротомию. Убирают конкремент. И на какой-то промежуток времени возникает холодный период. И ребенок может чувствовать себя очень прилично. И вы думаете, что вы вылечили этого больного. Это не так. Это тоже врожденный порог развития. Как кистозное расширение. И вот эти протоки тоже должны быть удалены. Потому что никакие вот эти полумеры, они все равно этого пожизненно больного не сделают здоровым. Итак, границы резекции здесь и здесь внизу. До места слияния с версунговым протоком. Вот так выглядит макропрепарат. Вот этот здесь дистальный отдел, кончик. Здесь он сливается с версунговым протоком. И вот эта часть, это гепатика холедок. Вы видите, что он диаметром где-то 2-3 миллиметра. И опять, технически сшить такой гепатика холедок с кистой, но я могу сказать, что довольно трудно. Вот трудно это сделать внутри, вот так аккуратно сшить. Все равно получается чуть-чуть наперекосяк все время. Поэтому в таких ситуациях мы стараемся делать это открыто. Вопросов много. Но какие требования? Первое, я уже сказал, радикальность. Это должно быть удалено в пределах, как я говорил, здоровых тканей. Минимальная травматичность. Любыми путями это достигается. И по возможности многолетний и желательно пожизненный хороший результат при этой операции. Ну а вопросов, их очень много. Какой длины нужно делать петлю РУ? Классический считается там у взрослых 60 сантиметров. Ну вот я могу сказать, что по нашей практике, вот мы, я не вижу связи между длиной кишки и вероятностью развития холонгита. Потому что считается, что нужно длинную петлю, чтобы не было холонгита. Вот я не могу сказать, что для кисты холедок это имеет значение. По поводу холонгита. И может, вот у меня такое впечатление, что это не имеет значения. И самое большое значение это имеет хороший анастомоз. Если анастомоз большого диаметра и желчь спокойно вытекает, то эти дети живут безбедно. И длина петли, это еще раз, у меня пока нет доказательств. Я высказываю вам, как бы мы же, чтобы обсуждать, мы же инновации обсуждаем, самое современное, правильно? Вот. Нужно ли включать дуодену в пассаж? Очень много было посвящено этому работ и в отечественной, и в зарубежной хирургии. Пока никаких доказательств тоже нет. Что? Просто нужно, мы делаем максимально короткие петли, чтобы приблизить желчь максимально к дуодену. Если я оперирую после кого-то, и я вижу вот такую петлю, она пока это дойдет, то это, конечно, неправильно. Это хирургическая ошибка. Нужно очень коротко. Нужно ли делать антирефлюксный механизм? И как он работает, этот механизм? Вот для тесты холедыха, я думаю, нет необходимости это делать. При билярной атрезии там другая ситуация. Лапароскопия. Лапароскопическая операция очень привлекательная. Мы не раз и в Казахстане оперировали, и так далее. Но технически это более сложная операция, чем открытая. И вероятность развития всяких осложнений, особенно когда сложные ситуации, выше, чем при открытой операции. Поэтому тут нужно очень думать. И вот совсем недавно для нас, для всех хирургов из Вьетнама пришла сильный такой раздражитель. Вьетнамские хирурги, они вырезают эту кисту и сшивают холедых, гепатика холедых, прямо с 12-перстной кишкой. То есть то, что мои учители, они говорили, что это делать нельзя, как это ведь будет забрасываться содержимое, никаких антирефлексных механизмов. Но тем не менее, у него уже несколько сотен этих операций, и он как бы показывает хороший результат. И все смотрят и думают, можно ли это повторять. Потому что, ну, сомнения всякие возникают, знаете, разный кремоток. Вот, например, в Индии, вот, они при отрезе с большим диастазом желудок поднимают и прямо, ну, сразу сшивают. А когда спрашиваешь, они говорят, у нас такого показателя, как ранняя послеоперационная летальность при отрезе пищевода не существует. Ну, понятно? То есть там неизвестно, кто выписывается. Ну, понимаете, если тут надо все это учитывать. Итак, петля кишки. Я уже сказал. Неизвестно. Совсем короткое время назад мы практиковали, когда мы пытались включить в пассаж 12-перстную кишку. И коллеги наши использовали аппендикс. Например, аппендикс, ну, заменяли, вставляли туда. Мы делали кусочек кишки и разработали вот этот антирефлюксный анастомоз. Ну, мы делали, потом мы это все оставили за ненадобностью. Но сама идея вот этого инвагината, она очень эффективная оказалась. Когда мы изучали непосредственные отдаленные результаты, этот анастомоз действительно действует как клапан. И он живет очень много лет. Не могу сказать, что всю жизнь. И потом мы уже, нам при билярной отрезии, когда у ребенка имеется тяжелый холонгит, много месяцев, мы выполняем вот этот антирефлюксный анастомоз на петле РУ. Но делается это лапароскопически. Вы увидите. То есть мы убираем сирозный покров с кишки и делаем инвагинат. Вы сейчас увидите, как это будет. И вот я хочу сказать, что вот кишка берется на петле РУ. И с нее просто, извините, сдирается сироза. На вот таком, наверное, расстоянии. Потом она отрезается тупыми ножницами. Ну, ножницы быстро тупятся, поэтому мы отрываем больше. Вот. И затем вот это заворачивается туда внутрь. Но только нужно в правильном направлении завернуть. Ну, понятно. Вот. И вот получается такой инвагинат. Вот инструмент прям проникает туда. И получается вот такая штука. Мы никогда не делаем это сразу с операцией. Я не уверен, что это может не мешать, ну, прохождению желчи просто это. А вот уже в отдаленные сроки, когда уже все сформировалось, это можно сделать, если встречается холонгит. Но только при, вот, бильярдной отрезии. При обычных операциях при кисте холедыха мы не делаем это. Лапароскопические операции при кистах холедыха первая была выполнена в 95-м году. Мы тоже подхватили это, стали очень быстро оперировать. Но потом, как бы, появилась вот такая вещь. Вот смотрите. Это трехмиллиметровый инструмент. Вот это часть кисты резицированная. А вот гепатика холедых. Его диаметр, дай бог, миллиметра два и два с половиной. Я могу пойти на компромисс. Я могу пришить кишку вот сюда. Но я ставлю ткань. Но если я это делаю закрыто, то кроме ассистентов это никто знать не будет. Понимаете? А если это видео, то может всплыть где-то. Понимаете? И ты окажешься не очень это. Хотя, я еще раз вам говорю. Вы извините, мне просто скучно, чтобы я вам это... Ну, чтобы это... Но мы при таких ситуациях сейчас, мы отрезаем все равно высоко, прямо на уровне узкий. Но чтобы сшить такой трехмиллиметровый проток, все равно мы делаем маленький разрез. И берем очки, свет, увеличение я имею ввиду, и микроинструменты, как будто мы шьем тонкие сосуды. Очень удобно. Такие бывают инструменты, как байонет. Вот они как штык, чтобы они не мешали. Потихоньку-потихоньку опыт появляется, и через маленькую дырочку можно аккуратно это все сшить. Как нейрохирурги это делают. Ну, вот так выглядит маленький ребенок, у которого есть вот этот, ну, типа мини-доступ. Конечно, это не мини для такого ребенка, но тем не менее, это компромисс. И я могу обещать с большей надежностью, что эта операция будет единственная. И что он не придет ко мне со стенозом холедохаэнтероаностомоза. Вот, разумеется, это вся команда одевает очки, увеличение, и вот шьют с помощью ПДС 6 или 7 нулей. Тончайший материал. Ну и, наконец, я как бы простые вещи вам не рассказываю, они описаны в учебнике все. Я вам рассказываю то, что интересно для современного хирурга вот в этой области. И вот мы сейчас увидим с вами наяву, это операция холедоха-дуадена-аностомоз. Мы, у нас не любят в отделении этого. Но время от времени мы эту операцию выполняем. Когда холедох большого диаметра, расстояние маленькое, мы делаем. И пока, вот у нас почти два десятка этих операций, немного. Но вот мы пока, плохого пока, ничего не видели от этих операций. Я вам покажу сейчас страшные картинки, когда я даю контрастное вещество ребенку, и оно из 12-перстной кишки забрасывается в желчные протоки. То есть мне бы любой бы сказал, это ужасно, это должно вызывать холангит. Вот его нет. И я подозреваю вот сейчас, что, чтобы все хорошо работало, должен быть хороший аностомоз. И не должно быть непроходимости. То есть желчь должна спокойно вытекать. Возможно, это и не приведет. Взрослые не могут делать подобных операций, у них пропорции другие. А у ребенка можно стянуть. Ну, расстояние он мягче. И можно резицировать и все это притянуть. Вот сейчас мы попробуем увидеть операцию при кисте холедыха. Вот мы отделяем, как я вам говорил, коагуляция, растяжение, тракции, движка к тупфер. Снимаем с кисты вот эти оболочки. Это вот отодвигается воротная вена. Это воротная вена. А вот то, что я вам говорил, это... Сейчас мы вернем. Вот мы выделяем... Мы видим, кверху оттянут киста. Это общий уже желчный проток. И он внедряется в головку поджелудочной железы. Мы тянем, и он как бы выворачивается. И идти нужно прямо по стенке кисты. Если вы не отклоняетесь в сторону, используете очень аккуратный коагулятор, без... вот вокруг, чтобы не палило, то вы выделяете только самый кончик. И он прямо отрывается. Как вы увидите сейчас здесь. Мы не клипс не накладываем никаких. Мы просто... Сейчас вы увидите, как это идет. Он просто выделяется из ткани поджелудочной. Вот он отделился. Вот смотрите, вот вниз. И сейчас чуть-чуть я его прижгу, и он оторвался. Все. Дальше я должен идти уже к воротам печени. И здесь должно подойти к гепатико-холедаху. Тут нужно быть очень осторожным, потому что дополнительные протоки могут. И вот мы пересекаем гепатико-холедах. Ну, можно ножницами. Вот он пересечен. И вот видно, что правый-левый протоки. Вот этот в левый проток заходит. То есть он прямо ниже слияния. Затем мы берем 12-перстную кишку. И максимально далеко уходим от привратника. И мобилизуем ее вниз, чтобы она была более подвижна. Скрываем ее просвет. И накладываем она в стомоз. Максимально аккуратно. Кто-то может использовать непрерывный шов. Ну вот я узловыми швами шью. С целью, если не дай бог, лопнет, чтобы не было... Вот. И экстракорпорально завязываются эти узлы. Сначала задняя губа. Потом передняя губа зашивается. Главное, чтобы герметизм. В чем опасность этих операций? Если это операция по РУ, то даже если анастомоз будет негерметичным, это не проблема. Ребенка можно кормить. Он вне пищеварения. Он подтекает, он заживает. Но если у вас будет негерметичный такой анастомоз, то вы получаете, имеете дырку в 12-перстной кишке. Это сложнее дело уже с кормежкой. Поэтому нужно по возможности сделать его герметичным. Вот он. Пару подвешивающих таких швов. Дренаж нужно хорошо поставить под печень. Не в венслово отверстие, как в книжках написано, а под печень. Прямо вот сюда вниз. Потому что это самая низкая часть у горизонтального ребенка. Все туда стекает. Если вы туда дренаж не поставите, то будет скопление. Что с этими детьми? Еще раз. Вот я не пропагандирую. Я вам рассказываю о том, вот как мы живем. И этот ребенок приходит. Мы делаем ему гастроскопию. И мы видим, что у него желчь в желудке есть. То есть какой-то билярный рефлюкс, наверное, у них есть, у этих детей. Ну а вот мы даем ребенку контрастное вещество. И вот смотрите, оно забрасывается в желчные протоки. То есть с точки зрения здравого смысла, это, наверное, плохое дело. Но вот я пока, мы, не видели, ну от этого зла какого-то сейчас пока. Мы очень редко делаем эти операции. Вот. Потому что сотрудники интуитивно не поддерживают это. Но эта операция проще. Эту операцию легче выполнить лапароскопически. Понятно? Потому что ты сшиваешь только в одном месте и не шьешь. Поэтому с этой точки зрения наш вьетнамский коллега прав. К нему приходят эти дети, он их оперирует. И они потом меньше осложнены и так далее. Но. И вот. Желтуха и холангит после операции. Раньше мы всегда считали, что это рептикс. Но вот у меня пока вот сейчас впечатление, что больше бывает... Ну просто, если петля РУ, это очень трудно доказать. Как вы обследуете этого больного? Вы же не можете в петлю РУ там зайти, ну если она там, ну... Представляете, какой путь эндоскоп должен? А как ты ее? И ты можешь говорить все, что угодно. Но все-таки анастомоз должен быть широкий. Но время от времени это возникает. И вот в частности после лапароскопических операций. Вот ребенок, который пришел с желтухой после выполненной нами лапароскопической операции. И мы лапароскопически переделываем ему этот анастомоз. Надо сказать, что реконструкция парадоксальная бывает более простая, чем первая операция. Потому что проток раздувает, ну полтора... У него толстая стенка, его очень удобно сшить. И вот мы сейчас увидим вот такую операцию. Здесь не так много сращений. Это трехмиллиметровый инструмент. И вот эта артерия, правая печеночная артерия, она пересекает зону анастомоза. Мы из-под нее выходим. Сейчас пересечем мы вот этот стенозированный холедохэнтероанастомоз. Затем мы холедох. Мы выведем его над артерией. Вот видите, артерия перешла вниз, а мы выше к воротам печени. Он раз... И вот вскрывает его. Он большого диаметра. Так что сшить будет более-менее удобно. И дальше мы... Вот видите, какой он широкий. И дальше мы вскрываем, мобилизуем эту петлю ру. И уже с ней накладываем анастомоз. Ну и опять же, тут разные варианты. Узловые швы, непрерывный шов. Как-то у каждого свои привязанности. Растяжка обязательно для удобства. Да. То есть подвешиваешь его. И... Да, ориентиры хорошие. Он растянут. Да, да. И сшить бывает очень удобно. Но еще раз, если у вас сомнения возникают, проще сделать разрез и сшить это вручную. Это у ребенка не глубоко. И это получается более-менее прилично. Ну я готов на какие-то вопросы ответить. Любые, пожалуйста. По тому, что я вам рассказал. Что вы делаете при высоком, когда у них нет этого сибироза выхода, они выходят, вообще не выходят. Ну, мы во время прибиллярной атрезии, мы никогда не ищем, чтобы шерч пошла во время операции. Мы просто механически выполняем эту операцию. Ожидать, что во время операции пойдет желчь, это бессмысленно. Потому что там протоки, если есть, они микроны. Они вот как дырочки, не гулки проходят. Самое главное, я уже говорил, это правильно срезать. Если вы провалитесь в печень, то вы не получите этот результат. Нужно срезать. Но и если вы далеко от печени, то есть нужно идти прямо вот в это. Вот японцы, у них очень большой опыт. Они используют микроскоп, то есть быстро. Вот он срезал и отдает. Там замораживает и смотрит, на каком уровне он срезал. Но вот я не могу сказать, я вот так могу сказать, что вот операция Косая эффективно, вот непосредственно, где-то приблизительно, вот по нашим, 33-38% детей в течение 2-3-5 лет не нуждается в трансплантации печени. И процентов 10 детей, они не нуждаются до, вот у нас есть дети, которым 14 лет, 15, в Японии есть, которые 30 лет и так далее. Поэтому это вопрос спорный. Понимаете, тут, ну как вам сказать, если мы никого не будем оперировать, это не факт, что все они доживут до операции. Для того, чтобы сделать родственную трансплантацию, у ребенка должна быть определенная масса тела. Да. Например, бывает как, что ставят печень, ну, большого размера, а зашить живот не могут. И ребенка держит несколько минут, он лежит на искусственной вентиляции и так далее. То есть там, поверьте, вопросов гораздо более. Попытки делать вот кусочек печени, брать совсем не так, как латеральный сектор, берут АКОС. Пока результаты очень-очень, ну, выход не последуют. Ну и в-третьих, нужно же понимать, что пересадка печени, она же не делает человека здорового, понимаете. Так что вопросов тут очень много, очень много. Просто наша задача, как можно меньше, создавать проблем трансплантолога. Если вы оперируете аккуратно, ну, и там нет сращения, вот, например, лапароскопическое, то трансплантолог никогда не будет на вас в обиду. Если у вас через все пузо разрез, и масса осложнений, и он не может войти в брюшную полость, чтобы сделать, он, конечно, будет недоволен. Поэтому здесь многокомпонентная такая проблема. Мне самому эти больные, ну, как вам сказать, но коллектив за. Потому что они видят этих больных, ну, в отдаленные сроки, я же не всех там, я только сцеперировал, а они ушли уже. Вот. И люди не хотят, ну, прекращать это делать. Это нет какого-то мотива, это очень тяжелые больные. В послеоперационном периоде. Очень. Пребующие такой энергии, таких знаний глубочайных, понимаете, и такого упорства, чтобы с ними. То, что иногда руки опускаются, а, иди. Куда? Нет. Вот они занимаются и получают очень-очень приличные такие результаты. Но, конечно, вложения в них в миллион раз больше, чем возвращается назад. Но назад ничего не возвращается. Поэтому тут вилка. Мы провели, ну, как бы, есть такая мысль, что это нужно сделать. Что это как-то влияет на результат. Вот мы много раз подряд делали это. Но никакого информации, которая бы нам изменила наше движение. И когда мы идем на операцию, вот я нахожу этот желчный пузырь. Я с трудом пытаюсь в него ставить тоненький категор, если нахожу про свет. Потом я ввожу там, ну, ну, какой-то это. И вижу я какой-то это. Вот я ни разу не видел протоки какие-то. И чтобы я, понимаете, если протоки есть, мы этих больных не оперировали. Ну, потому что, ну, как бы, до операции мы понимаем, что это не то. Потому что, вот больной к нам поступает с желтухой, с тяжелой. Конечно, ему сразу дают сильно действующие препараты. Это чтобы, и мы видим, какой. Если у нас какая-то зацепка есть, что это не бильярная трезина. Мы не все больных оперируем, кто к нам поступает с желтухой. Некоторых больных мы отправляем, педиатры лечат. И они идут на трансплантацию печени без нашей операции. Тут важно вычленить. Так вот я хочу сказать, не перестали делать эту флагбаографию. Но это одна шорка, кстати, мне это пределы. Понимаете еще, что, наверное, болезнь у нас и в Японии разная. У них много этих больных. Они очень много оперируют бильярную отрезину. И у них очень хороший результат. У них взрослые люди, которые живут без трансплантации печени. Это не окажется, как вариант, что вы так имеете. Вы знаете, я думаю, что детская хирургия в целом, понимаете, если это приезжие, это может носить коммерческое тело. Но по отношению к своим, я думаю, там очень критерии такие гуманные, они очень высокие. Но понятно, что если я начну что-то мудрить, все равно это рано или поздно будет. Если больной приезжает из России, в Германию, там на полную катушку, потому что у него деньги кончились, ему под зад коленом, а дальше ты предъявляешь претензии некому, понимаете. У нас больных, приезжающих из Европы, которых, видите, черт что, вот, понимаете, когда нам приходится все переберывать. Но это нигде, но не фигурирует, потому что, во-первых, они нигде не могут опубликовать. Попробуйте, напишите, что мне в Израиле или в Германии что-то не так. Вас вообще закроют доступ к интернету. Понимаете, только это же бизнес. А по отношению к своим больным, ну, в Непоне вообще, я хочу сказать, что это у них профессия хирурга чудовищно перегруженная. Понимаете, у них так, они работают очень много. И ерунду всякую они делать не будут. Они очень дотошны. Они очень добросовестны. Ну, как все они делают великолепно. Понимаете. Я думаю, что у них, вот, ну, они правильные. Просто я допускаю, что у них болезнь какая-то. Или, может, ну, или рано они с ними занимаются. Но у них очень прилично. А вот вы делаете через мини-доспорт, вы делаете меди-ассессионные? И имеет не смысл делать меди-ассессионные? Если делать мини-доспорт? Нет, мини-доспорт полностью операции. А, полностью? Да. Вы берете такой разрез, то есть эти, как вот, ну, зеркала такие, гнущиеся, аккуратно разводите. И вот кобулятор такой, так, 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 чтобы он не склонялся в поле зрения. И, как вот, нейрохирурги оперируют, они же через такую дыру делают очень сложные операции. Это вполне возможно. А у вас кто занимается деференцировкой аттрезии сформирования? Сотрудники гепатиты. Гепатиты с формированием аттрезии, гепатиты и тегетиты. А, мы сказали, с подбором больных на операцию. Это сотрудники нашего четвертого дня. Гепатологи или хирург? Они, понимаете, они хирурги, но уже не один десяток лет они приобрели очень, ну, как бы, знали очень много. У нас есть женщины, которые, ну, которым можно доверять. Понимаете? То есть они вот ведут этих больных до операции. И я прихожу, говорю, слушай, давай, надо это, что он лежит, надо оперировать. Он жжет. Они говорят, нет, не надо. И выписывают эти больные. А хотят ли слово за ними? За ними. А как относится к харицисхалографии? Вот, при проведении лапарскепической харицисхалографии, там, ну, как функционный метод, там, и, допустим, когда вот открыто мы делаем, обычно, это желчный пузырь функционный, не то, потом отрезаешь это дно, и там... Кесерт накладываешь. Вот именно в лапарскепической харицисхалографии, она нормальная? Мы обычно как бы дно срезаем, чтобы непосредственно увидеть. Ну, технически, я думаю, это главное, это технически правильно, чтобы как раз на вещество не вытекло. И как вы это делаете, это не важно. Открыто лапарскепическое. Главное, чтобы оно попало, ну, и вы прокрасили желчную операцию. Как диагностику. Да, диагностику. Я считаю, что основные клетенеры. Вы ставите диагностику. Основные ваши клетенеры. Бильярдный отрезит. В отличие там как-то... Ну, вот я перечислил. Есть, например, синдрома Ложили. Очень похоже на бильярдную отрезит. Там нет печеночной артерии. И вот ультразвук, если они не видят печеночной артерии, у них с глазами проблемы, у них с позвоночником проблемы, и так далее. И когда вот опытный человек складывает это вниз и говорит, тут синдрома Ложили. Это не надо, ни в коем случае. Потому что операция только хуже делает. Если вы поковырялись в воротах печени, при этом синдроме, то у него прогрессивно начинается холестаз. А если вы не ковырялись, то с помощью лекарств можно продлить жизнь, и там, если его нужно, оно уходит на трансплантацию печени. А дефицит алфа-1, антитрипсиды, тоже такая. Это нужно поставить, ну, как бы до операции. Болезнь Байлера. Я не очень эксперт в этом вопросе, но они стараются за неделю отчленить вот эти болячки, которые оперировать не надо. Иногда бывает это сложно. Иногда они делают биопсию. Биопсия, кстати, неистину в последней инстанции. Даже опытный человек, он сделает биопсию, а они бы нам бормочут что-то невнятное. Тут вообще у этой болячки очень много разных сложностей и вариантов. Вот в практической медицине вот что критериями все-таки вот вы делаете раз, два, три. Это билиарная трезинка. Ахаличный стол. С рождения. Отсутствие эффекта от препаратов, которые стимулируют выброс желчи. Его могут спутать. Бывает, когда очень высокий билирубин, стул окрашивается, похоже, что там есть, желтый как-то. Да, это. Дальше, полностью облитерированный желчный пузин. Это, как правило, признаки все-таки билиарная трезинка. И они кучу это все складывают. Дальше, биохимические анализы. Компти. И вот это ком, такой фактор. Но я думаю, что мы неточны. Я думаю, что мы ошибаемся в одной, не в абсолютном. Я говорю вот о том критической массе, которая позволяет вам сделать заключение, что это билиарная трезинка. Ну а там в том, какие-то детали, о которых вы говорили, которые существуют, но все-таки вот этот критический массаж. Владимир Владимирович, я перечислил. Да, я понимаю. Но еще раз, я не имею в силу. Есть люди, нет. Я как бы хирург, вот я выполняю, но я давно уже отстранился от этого, потому что есть люди, которые знают и имеют больше, чем я. И они мне говорят, этого не надо. Тебе надо? Почему он лежит-то? Он же, надо это сдавать. Минт и все, понимаете? Ну иногда... Сергей, а вот как полковник относится вот к этим операциям? Плохо, плохо. Плохо. Я уже говорил, Сергей, мы конфликты, вот ему было 7 лет, 70, он даже меня не позвал на юбилей. Почему? Потому что... Ну, у нас... А, да. Я к чему? Что, ну как бы, он против того, чтобы делать... Понимаете? Но я не хочу вам так... Ну это... Ну вот, например, есть несколько школ, где пересаживать печень. У нас многие ездят в инверху. Ну для пересадки. До сих пор. Несмотря на то, что развивается. Ну вот, грубо говоря, никто у нас в стране, я вам относится, результатов трансплантации печени, на институт трансплантации, не знаю. Вот найдите мне отчеты по пересадке печени. У нас. Вот мы отправляем туда больного, он как черную дыру куда-то пропадает. Ну вот. Понимаете так? Если больные ездят в Европу, они к нам приходят. Они приходят, и мы знаем их судьбу, а за ними наблюдают. Туда они куда-то пропадают. Куда они пропадают? Разные есть по этому поводу суждения. Понимаете как? Значит, ну тут много всяких тонкостей. Понятно? Вот. И, конечно, еще раз, если к больному трансплантологу приходит пациент, который заперев, да у него все тяжело, халамгит тяжело, ему очень трудно делать вот это, ну, убирать печень. Когда приходит больной с интактной брюшной полостью, этот этап забора печени очень легкий. Понятно? И что скажет трансплантовок? Вы не делайте. Ну хорошо. Мы не будем делать. Они все не могут позволить пересадить? Да. Но я управляю больного маленького. Они же не пересадиваются. Чего и речь? Понимаете? И вот что делают? Они не доживают. Они не доживают. Потом, я бы не даже не экономически, никто-то может донора не подобрать. И он просто, кто несет за это ответственность? Понимаете? Но они преследуют, как бы, свои интересы, они должны иметь интактную брюшную полость. Я, понятно, что у тебя, ко мне приходят эти пани, но они же не видят те, которые вообще уже выжили и гуляют там, и дам. Но попробуй это. Но мы же, я говорю, мы же разные коллективы. Но у нас это, ну, как бы нормально. Мы одно время, мы задумывались над этим, задумывались, мы не прекратили это все. Но сейчас вот мы, понимаете, я же контактирую со всем миром, ну, я же все время езжу, я же езжу не только, я езжу в крупной клинике, где я всем задаю вопрос. И все почему-то это делают. Недавно вышел, ну, вот, если вы можете, ну, гайдлайн, вот, как себя вести при биллиардной Атвизии. Там это все прописано, как бы, ну, как бы, стандартный проект, там не написано, ширина теперь. Пересадка? Понятно? А вот, вы показали форму кистохоледок и рекомендации там, как широкие полетки. Это мое. Я понял. Вот, я по поводу великолепразных форму кистохоледок, какая такси, такая же, как и кистохоледок. Так же. Нам, я надо резинцировать. Это рано или поздно, человеку приведет к хирургическому пациенту. А вот вы часто встречали вот третий тип кандаленовый, когда ухудшим коллега как раз, как бы, она форма не делает, что-то не делает. Нет, при биллиардной Атвизии вы можете найти, бывает, биллиардная Атвизия и в воротах печеночный 12 перст. она наполнена нежелкой. это не кистохоледок. Это не кистохоледок. И вы ее скрываете, и там белая но кисто может быть большого раза. Вот, и вы ее скрываете, но парадоксально этих больных у нас несколько было. У них хорошие результаты операции касают. То есть, вот если он приходит, у него кисто прибиллиардная Атвизия, я не знаю, но хорошо получается, ну, хороший результат. А, но это не кистохоледок. А вот по поводу биопсии печени, вот он будет интрооперационно взять биопсию. если, допустим, и то же самое противопоказание как грация цирроз печени. Если вы, допустим, дитя на операцию, вы интрооперационно берете и у вас сколько диагностика? Ну, пока вы уже вызвали. А, допустим, вы взяли интрооперационно, сделали ему тот же царь Касаи или что? Обязательно. Смотрите, есть больные, которым для того, чтобы поставить диагноз биопсия печени не нужна. То есть, от больной поступает, у него типичнейшая картина, и смысла ему биопсию печени сделать нет. Биопсия не является истинной последней инстанцией. Но, например, гипотологу, чтобы вести этого больного правильно в послеоперационном периоде, ему интересно, ну, как бы, потому что они используют противовирусные препараты очень сильно, они используют антибактериальные препараты очень сильно, они используют гормоны, схема очень разная во всех странах, знаете, есть очень. И, по тому, что он видит на морфологии, он приблизительно может сказать, какова, ну, картина в печени, и что ему использовать. Понятно, почему? И мы просто, вот мы и тоже на операцию, мы просто берем песочек печени, и это для того, чтобы, в послеоперационном периоде, ну, подобрать рациональную вот эту терапию. Понимаешь, это не для того, чтобы поставить диагноз. Я просто думаю, у ребенка цирроз, допустим. Цирроз, бывает, либо врожденный, он рождается, это не бильярдная отрезия, их не надо оперировать. Их не надо оперировать у этих детей. И если бильярдная отрезия переваливает за три месяца, то у нее тоже развивается уже бильярдная цирроз, их тоже не надо оперировать, потому что толком от операции. Хотя, исключение из правил есть. А откуда у вас цифра приняло? Ну, допустим, мы научимся где-то без хирургии, у нас цифра два месяца. Это всемирно признанное. А у вас три месяца я разговаривал, я был, это было в Швейцарии в Семерном съезде хирургии, там я разговаривал с корейским хирургом, они говорят, мы и до пяти месяцев делаем операцию. А результат? Не знаю. Делать-то можно и в год? В год, да, я согласен. Во всем мире, вы правильно говорите, это два месяца. Но у нас есть дети, которые после трех месяцев, это редкость большая, но очень редко делаем эти операции. У нас есть ребенок, он правда врачок, и мама у него не лобоносок, понимаешь? Но у него нет желтухи, он живет уже, я не знаю, лет 10. Он оперирован после трех месяцев. Понимаешь, что такая болезнь мутная? Да. Вы говорите до двух месяцев и критерий. Ну, а если ребенок умеет поезжать с белирубином в 600, прямая фракция в 500, ваше или вы берете, или нет? Месяц великолепно, если это белирубином от депилит. Понимаете, чем раньше оперировали, то это мало не забили. Да, не забили, а врачи еще не облифилировали. Но проблема в том, что этих детей очень мало. Врачи прочухиваются, понимаете, вот лежит где-нибудь там-там у нас. Вот пришел и говорит, что-то он желтый. Потом начинают ходить. А ведь туп-туп-туп-туп, динькисты, недели складываются. Потом говорят, ну чего, ну давай в Москву позвоним. Позвоним, говорят, берите его, привозите. Да как, мы повезем, надо в Минздрав. Ну и начинается эта хренатень с бумажками и уже к трем месяцам он приехал здравствуй. Понимаешь, как? Ну, у нас еще кроме, ну как бы, здравого смысла еще очень много всяких действий. Пока это люди, и вот получается, что... я думаю, мы поговорили не без пользы, правильно? Потому что если даже вот такая часть принесет какую-то пользу, то это тоже очень важно.